Итак, ребят, снова всем привет! Третье видео за один день записываю. У вас это выходит, конечно, не в один день всё, но ладно. Ну что ж, передал я Мартину эти деньги, как вы видели в предыдущей серии. Вот он мне скинул один вирт, собственно говоря. То есть чувак, он предусмотрительный, и скидывает мне 1.4кк. Так. Большое спасибо. Спасибо. Всё, большое спасибо от души. Теперь у меня 1.5 практически кк, 1.4, всё в порядке. Так. Сейчас напишу ему 50к. 50к надо. Не знаю, мало ли, может пригодятся. Дам ему 50 тысяч за работу, так сказать, за помощь. Да не, ну ладно. Спасибо тебе огромное. Хоть как-то я тебя отблагодарю. Реально, кстати, ребят, если у вас, я не знаю, тоже не хотите ставить песочницу, вон Мартину просто пишите. Я думаю, он не будет против помочь вам в передаче денег, только вот как я передавал, так и вы. То есть даете ему деньги, он вам передаёт. Хотите с фрапсами, без фрапса, я не знаю, чувак вроде как надёжный. То есть, ну для меня он как бы вот такой вот сделал. Ну и в плюсе, кому там 100к, допустим, кидаете. То есть, я не знаю, как хотите. Я думаю, он не откажется от такой небольшой прибыли, от такого, знаете, что-то типа отмывания денег. То есть, такой типа банкирчик небольшой. Ну, всё же, админы этим не занимаются. Песочницу скачивать никто, как бы, вменяемый человек на данный момент не будет. Потому что её, чем только не напихали, и происходит там полная жесть на самом деле. Поэтому никто не хочет схватить себе вирусы. Хотя, многие могут скажут, типа, да нет там никаких вирусов. Но я останусь при своём мнении, потому что мне мой комп дороже, и включать я песочницу больше не буду. Я лучше буду передавать реально через Мартина, или же через других моих подписчиков, которые меня знают, и которые знаю я. То есть, на самом деле, я редко, конечно, сейчас кому отвечаю, то есть, с подписчиков. Но всё равно я стараюсь отвечать, потому что я часто АФК, и когда я вижу сообщение какое-либо. То есть, даже если дай денег, блин, без Б отвечаю. То есть, приезжай, даю 10, там 15 тысяч вирт, они пишут спасибо. Я такой, всё хорошо, надеюсь, это тебе поможет, дорогой мой друг. Вот так вот, ребят. То есть, я не привык как-то вообще не отвечать, то есть, игнорить полностью и так далее. Хотя, многие, кстати, так и думают. Типа, вот ты игнорщик, гадёныш, вообще всё, игноришь нас. Нет, на самом деле, я никого стараюсь не игнорить. У вас недостаточно денег. Да, ёп, да что ж ты, лысый полоскун, блин. Так, ладно, чё сделать. Ладно, побежали. Многие думают, что я, типа, всех подряд игнорию. Но это только потому, что я часто стою АФК, а глупые люди этого не понимают. То есть, есть люди, которые мне пишут, привет, барон, потом АФК. Ладно, понятно. Потом через час пишут, привет, барон, я уже не АФК, если я отвечаю. Типа, здорово, как сам, чё, нормально, всё отлично. То есть, а кто-то пишет, типа, здорово, 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 здорово. Чё, не отвечаешь, игноришь. Отписка там, ну, короче, понятно всё, да. То есть, глупые люди эту всякую фигню пишут. Ну, в принципе, пускай пишут. Нет, какая разница от этого. Мне от этого ни плюсов, ни минусов никаких нету. Мне, наоборот, лучше. У меня будет более адекватная аудитория без каких-либо идиот. Так. Девушка какая-то бежит. Мила. Мила, мила, мила. Что же ты курила? Ладно, не суть. Это точно мила, да? А, это... А, ну да, мила, вроде. Мила, мила. Что же ты курила, блин? Ну, да, по ней как бы видно то, что она что-то докурнула. По-любому. У неё скин очень странный. Такой, знаете, наркомана-барыги. Такого. Так, сейчас самое главное не сдохнуть. Ну, даже если сдохнуть, то хотя бы доехать половину пути до автовокзала ЛВ. Ну, я не знаю, успею ли я вообще взять автомобиль в аренду. Потому что я снял, конечно, 5000, но... Не знаю, получится ли у меня снять автомобиль. Так, сейчас ещё поеду в ЛС, куплю себе квартиру. Так как на дом у меня денег не хватает вообще. То есть, я бы купил себе и домик, возможно, да? Но так как нет денег, покупать я его не буду. Так, давайте возьмём вот эту вот синюю машину и поедем. Собственно, говоря, в будущем я, конечно же, куплю себе что-нибудь... Какой-нибудь тут домик. Кстати, сейчас меня выгнали из ПД тут. Там был то ли расформ, то ли меня просто так выгнали. Я не знаю, на самом деле. Мне как-то пофигу, что там происходило. И за что меня, и почему меня выгнали. Меня это не волнует, я всё равно уйду в ПД или там куда-нибудь, не знаю, в армейку. Посмотрим. Эрлок. Закрываем. Умираем. Спавнимся, открываем. И вперёд за квартирой. Вот так вот, ребята, вот так... Ох ты, чё такое? Вячеслав, фух, я уже думал, и Ваньков, ё-моё. В принципе, скинуть похоже. Я нихера себе зашёл. Чё тут забыл. Ладно. Он на наш сервак не заходит. На наш сервак вообще спецадмин не заходит, поэтому... Читвери тут просто счастливы. Хотя, чё я говорю, на какой-нибудь одиннадцатый сервак или ещё на какой-то вообще ребята не заходят, даже игроки. Когда я там играл, у меня вот многие, кстати, пишут с одиннадцатого сервера, типа, Барон, играй у нас, типа, вот ты ушёл, все ушли. Так, блин, да почему, я не знаю. Я играю на 0.4, мне тут нравится, у меня благо тут имеются деньги, да и потом как-то тут более интересно. Тут онлайн больше, больше общения. Прикольно и всё такое. Так, ну что ж, поехали. Сейчас доедем, доедем. Главное сейчас доехать до квартиры. Можно квартиру вообще в СФ взять, чтобы быстрее было. Но мы как бы не из тех, кому нужно побыстрее. Лучше растягивать удовольствие, пока едешь, пока ищешь автомобиль. Пока ты его выбираешь, тюнингуешь. Опять же, можно купить вообще себе Б-класс, пока имеется возможность. То есть тот же самый Султан, ЗР-350 и прочее, прочее, прочее. Купить и не париться по поводу вообще бабосов. Если не будет бабок, опять пришёл спокойно, продал бабки через Мартина там или ещё кого-нибудь передал. Если он, конечно, не будет против Мартина. И всё. Отлично. Так, ладно. Что ж, сейчас доеду. Главное взять сейчас квартиру, оплатить её на неделю. И всё. И всё будет хорошо. Но потом она в итоге, в конечном, всё равно слетит у меня. И машина останется без присмотра. То есть я на том автомобиле, который сейчас куплю, я не буду вообще кататься. Но, скорее всего, я куплю сейчас себе Б-класс. Всё-таки я так решил. Не буду я себе покупать этот, там, С-класс или какой класс, я не помню. Так. Так. О! Нихера себе цена, 180 тысяч. Стоит ли? Я думаю, нет. Слишком дорогой. Слишком дорого. Поехали тогда в Сан-Фьерро. А, ну да, точно. Уже голубого цвета стало. Да какого фига, они меняют цвета-то так. Ладно, не важно. Поедем в Сан-Фьерро. Там купим себе квартиру. Чё, приём в кадетский корпус. Значит, ох ты, неплохо. А чё, сколько там нужно лет в штате, все дела, место проведения, главный вход в участок СФПД. Это я понял. А что касаемо, сколько лет в штате-то нужно, не сказали? Или сказали? Давайте, может... О, 7 лет в штате, кстати. Кстати, кстати. Я подхожу. Может реально вступить. Вступлю ещё и в СФПД в этом видосе. То есть, это как? Это покупка автомобиля и вступление спонтанно в полицию. Просто вот так вот есть призыв. О, это моё место. И пошёл. Типа того, что ли, или как? Не знаю. Также иметь медкарту и быть опрятно одетым. У меня скин за 300 тысяч долларов. Это как бы... Ну, я думаю, это очень даже опрятно я одет. Потому что, ну, как бы 1000 долларов, это считает 1000 рублей, грубо говоря. А тут 300 тысяч. А у кого-то даже по 4, по 6 миллионов. То есть, ну... Это из чего одежда? Из, я не знаю, платины и бриллиантов? Или как вообще? Что за металл такой интересный? Где он, во-первых, из ткани получается. И что это за ткань такая, которая стоит 5 миллионов баксов? Ладно, не суть. Вот на других серваках это всё, конечно, получше реализовано. Потому что там нет таких заоблачных просто цен. Там нет автомобилей, которые стоят по 3,3 миллиона долларов. Это, ну... По 6 миллионов баксов нет там автомобилей таких. Это, понимаете? Просто там более к реальности. Сам ПрП проект, конечно, простой в плане изучения его изнутри. То есть, в плане работы, в плане каких-либо заданий и так далее. За это, кстати, сам ПрП и любит. Сейчас они вот делают его более сложным. Смысла в этом нет. Только убьют проект. Он простой. Сюда люди поэтому и приходят. Что касаемо вот этих вот цен на автомобили, на дома, они на самом деле очень пугают. То есть, представьте такую картину. Вы новичок. Вы первый левел. И вы хотите себе машину за 6 миллионов баксов. Вы что будете делать? Правильно, вы пойдёте в казино. Вы просадите все деньги, вы уйдёте с проекта. Это бешеные реально цены. Если бы были хотя бы они 4,2 кака, вот как сейчас в бонусе, да? Постоянно бы эти бонусы работали. Только вот, например, цены на машины постоянно, а остальное нет. Всё. Супер. Идеально просто. Так как машины дешевле, это круто. Они дешевле будут продаваться. Госцена их 3 кака так и остаётся. Пускай. Не важно. Самое главное, это то, что они будут стоить с гос. цены 4,2 кака. То есть, инфернусы, там, буллеты, туризмы и прочее. Это как раз таки все А-классы. Ну и меньше. Ну так, по уменьшению и идёт. То есть, это намного круче будет. Чем, допустим, сейчас вот по 6 миллионов. Потому что, реально, новички, они же не могут заработать себе 6 лимонов. Да куда ты летишь, чувак? Ну, чё ты делаешь? Ай. Новички не могут заработать себе 6 миллионов долларов. То есть, в сампе за короткий срок. Это... Я по себе знаю то, что это очень длительный срок, чтобы заработать такие бабки. У вас есть два варианта. Либо казино, либо донат. По-другому вы не заработаете. До 20-го, до 30-го левел, уж точно вы не заработаете такую сумму денег. Потому что это, во-первых... Ну как, можно, конечно, заработать. Но это, блин, это очень сложно. Я по себе знаю. Я играл до 8-го ловака. У меня не было ни дома, ни машины. У меня был 1 миллион. То есть, у меня вообще ни хера не было. И я не донатил на тот момент. Ничего такого у меня не было. Я не люблю вообще донат. Ну как-то, ну не нравится он мне. Странная вся тема. Это и донаты, и так далее. Ой, ладно. Гудима какой-то, вон, куплю автомобиль. Да с ГОСа, вон, иди возьми. Какой смысл покупать сейчас автомобили с рук? Не, ну, конечно, я не спорю, дешевле намного. Но их никто сейчас продавать не будет. Потому что те автомобили, которые старые, их продают. А те автомобили, которые только что купили и затюниговали за свои деньги, их покупают только для того, чтобы на них покататься. А не для того, чтобы взять и перепродать их дешевле раза в два. Ну, куда? Зачем? Смысл? Я катаюсь вот на автомобилях, убиваю их, потом сливаю в ГОС и по новой. У меня примерно сейчас где-то миллионов 20 имеется, если я солью все в ГОС вообще. Так, А-класс я не потяну, Б-класс. Шесть миллионов нахер. 1,5, я не знаю, я потяну вообще что-нибудь. О, 1,3, денег нет у меня столько. 1,4, у меня нет столько бабла, откуда, ё-моё, что, ребята? Ребята, вы что, издеваетесь? У меня таких денег нету. Комет, ё-моё. Не, у меня таких бабок нету, и поэтому я не хочу как бы опять перезаходить, поэтому давайте сейчас поедем в автосалон более низкого класса. Да. Самое интересное, это будет не Б-класс, это будет С-класс. И купим автомобиль, который я давно хотел. Так сказать, хотел на твинка. Жесть автомобильчик, конечно, но в тюнинге смотрится неплохо. Почему бы и нет, на самом-то деле? Почему бы не купить автомобиль дешёвый? И почему бы на нём потом не покататься? Собственно, как бы я покупаю автомобиль сейчас не как мажор, то есть выбираю. Типа вот богат такой, там все дела, надо сто пудов это прикупить, сто пудов всё будет круто. Нет, мне этого не надо, мне не надо быть там богатым и так далее. То есть даже если бабки есть, то старайтесь их не афишировать, то есть не покупайте вот эти вот Infernus и Bullet, и смысл от них, ребят, они вам не нужны вообще. То есть смотрите, допустим, Bullet, батонка, ё-моё, батончик, как говорится, да, то есть многие называют, это батон. И туризма, то же самое, типа спортивная тачка, круто, всё, это просто уху, супер. Нихера, это полное говнё, говнё, говно. Так, ладно, продолжаем. Конечно, выбор у каждого свой, ребят, вот это, кстати, машина прикольная, вот это я хочу машину. Ну, я не знаю, давайте ещё и сейчас. Опа-ля! А, это Stratum, ё-моё. Так, слышь, там походу Stratum и нужен. Где ж там машина, которая охерительно тюнингуется? Вот это вроде так. Блин, лишь бы не перепутать, а. Stratum, Stratum, Stratum. Вроде как Stratum тюнингуется, супер просто. Ладно. Хер бы с ним, покупаю. Купил я этот Stratum. Неважно, без разницы. В ПД, я думаю, я не вступлю уже. Там уже поздно, пока я его тюнингую, пока то, пока сё. Сейчас уже у меня и деньги все кончатся на этом аккаунте. Но зато будет крутая машинка Stratum, которая, кстати, неплохо тюнингуется. Вроде как, ну не дай бог она не тюнингуется, ё-моё. Я помню, там машина в бамперах, во всём полном тюнинге смотрится просто конфетка. Вот, надеюсь, это она. Ищу игрока в кости, 3.9кк. Опасно. Вот, вот, это она вроде, это вроде как она. Едем в СТО скорее. Едем в СТО. Блин, я надеюсь, то, что это всё-таки она. И она, надеюсь, тюнингуется так, как я хочу. Или это не она. Лишь бы сейчас вот не этот... Не просрать этот момент. И я надеюсь, купил я ту машину, которую я хотел. То есть, которая в обвесах, там во всём. Я её давно не покупал, вообще я её никогда не покупал, если честно. Так, работает на... О, братан. Брателла, брателла, брателла. Погнали. Го. Го. Тюнинговаться. А, я же с другого аккаунта, он не видит то, что это я, типа, барон, все дела. Ну ладно, неважно. Сейчас затюнингуемся. Давай быстрее, чувак, быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Ну же. Вот, супер. Так. Отлично. Ягар Сима. Так. Бампера. Оба. Бампера есть у него. Я не знаю, есть у него бампера. Блин, лишь бы были, а, лишь бы были. Получается, если сейчас у него нет... Фух. У него есть бампера. Так. Давай, давай. Вот, это пойдет. Вот, вот она эта машинка, вот она. Передний. Давай, передний бампер, братан. Это она, да, наконец-то. Ну, давай эту вот. Так. Юбки. На окна надписи. Так, диски. Диски-кутер. Я не знаю, почему кутер, но, ладно. Так. Надписи на окна, давай. Надписи на окна, вот это, в принципе, неплохая тема. То есть, это, опять же, на крышу надо какую-нибудь херню. Так, ну что, братан, надписи на окна сделаешь мне? Так, что ты мне сделал, где там надписи-то? Нет, дружок, давай надписи на окна. Надписи на окна, на задние окна. Тут должны быть надписи такие прикольные быть. Вот я их хочу. Что ты делаешь? Да не то, чувак, не то ставишь. Мне надписи нужны, на кой хер мне? Хотя прикольно смотрится. Так, где надписи-то, блин? Не то опять поставил. Есть там где-то. Посмотри, все. Там есть, сто пудов. Давай по всему просто, потыкай. Так, не то. Не то. Я не знаю, как по-английски там это написано. Эти надписи хреново. Но как это написано, не знаю. Ну давай, чувак, не тупи. Просто все подряд нажимай, да и все. Я буду принимать этот, этот, отнимать. Прикольная машинка. Я буду тюнинговать продолжать. До полного тюнинга. Ну че, чувак, давай. Да как нету-то? Ну были же, ё-мое, чувак. Были же. Были же. Так. На нее ставить можно их. Просто так и наше подряд. Я проверять буду, найдем. Да и давай уже. Не, нету. Ой, да и так далее. Давай, пиде, этот, пиши уже. Реально хочу вот эти вот надписи. Ой, блин. Вот это прикольная тема. На нее вроде как можно надписи эти сделать. Насколько я помню. Не то. Не то. Давай, давай, давай. А, вот эта вот крыша как раз таки. И где-то вот здесь вот. Что б тебе, блин, полосатик. Ну давай. Спойлер, нихера. Слышь, со спойлером прикольно смотрится. Угарный херь. Ой, блин. Да ладно. Горбоновый. Опа, юбки. Вот это. Дальше, го. Давай, давай. Все. Ну, блин. Спойлер, го. Так, давай. Спойлер, спойлер, спойлер. Вот. Ну, давай. И крышу. Четырству сосновы. Ни хера, Кэмерон Николас. Попал ты, пацан. И крышу, крышу. Вот эту вот. Давай. Попробуй еще Nitro 10X, значит. Может вот с Nitro как раз таки и будет. А, нет. Ай, блин. Блин. Лавы нет. 5X, го. Го 5X. Большая такая. А, нету. Ладно, выпускай. Выпускай все деньги. Я слил, в принципе. Сколько я им уже прибыли-то принес. 400 тысяч. Нормально. Это, в этом весь я. Давай, чувак. Я тебе там дам просто вот, наверное, 3. Давайте 3 500. Дам реально вот. Будешь жить на эти деньги. Вылезай. Или со мной поедешь. Я понял. А, слышь, вот надписи-то. Святые бобры. Вот надписи написаны. Спалит и так далее. На белом не видно. Ни шиша просто. Ой, блин. Ладно. Не важно. Поехали просто. Я сейчас в синий цвет или в красный перекрашу. И тогда будут виды надписи. Братан. Иди сюда. Да иди сюда, куда ушел. Запиши. Запиши. Цвет синий поставишь. Пойдем. Ку. Да, Робертас. Какой раз что сказал? Знаю я. Синий, синий, синий цвет. Синий цвет. Синий цвет. Синий, синий, синий цвет. Были бы бабки на этот синий цвет еще. Вот если не будет бабок... Да. Попробуем как на той. Ой, блин. Ну что? 211. Да без разницы какой. Ё-моё. 211, 212. Давай, нажимай. Сплит. Вот он. Вот она, рыба моей мечты. Вот она, вот она, вот она. Вот она. Все, спасибо. Ну, ничего нету больше. Позже я бы вообще по нулям бабла. Может с тобой, плиз. Да садись. Ё-моё. Ну что ты, если хочешь. Вот это длинная серия, ребят, получилась. Это одна из самых длинных. Вот из трех видосов, которые там, где я покупал автомобили. Это самая-самая длинная серия. Бабла у меня теперь нету. Но зато вот такая вот забавная машинка с надписями. Сплит Атомик. Пепс. Чё? Акис. Чё-то какой-то. С-Скиллс. Чё-то ЕБ. ЕБ. Коллектив. ЕБ, блядь. Да, блин. Бывает. Чё, ребят? Ну, врывается мат, что подумаешь. Что такого? С каждым случается. Поедем, короче. Поедем. Слушай, кстати, машина крутая. Мне нравится. Жопа у неё отличная сейчас, когда она в тюнинге. Она прям просто... Просто няшечка такая. Прям едет вообще супер. Нет, я давно хотел такую машину. Да, она реально забавная. Во-первых, она четырехдверная. То есть, на этой машине можно далеко уехать. Много народа с собой взять. Так, знаете, на стрелу. Там ты просто такой. Йоу-йоу, подъезжаешь. Если, наверное, на сходке, я на этой машине и приеду. Не знаю, но это будет очень эпично. Так. 47 тысяч вирт. Хватит на оплату квартир. Отлично. А чё, реально, я приеду просто на ней такой, знаете... Йоу-йоу, всем привет. Я приехал в гости. Кстати, чё я хотел-то? Блин. Что я туплю? Приём в ЛСПД там... Ага. А, нет, Херос 2, он окончен. Всё, ладно, окей. Не успел я в ЛСПД немного. Но не важно. Самое главное то, что я прикупил такой автомобиль. То, что я его полностью затюнинговал. И всё круто, ребят. Во-первых, он заднеприводный. Он не переднеприводный, он заднеприводный. Это огромный плюс. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Я не знаю, ломается ли он, кстати, какого он года. Вот это самое интересное. Сотого, если всё супер. Да, сейчас сотого. 99-й годик. Всё обычно. Всё обычно, непривычно как-то. У меня, кстати, аккаунт вообще есть тут? Вип-хелп, ну-ка. А, нет, смотри-ка, вообще без випки. Опасно. Ну ладно. Не важно, в принципе, есть ли тут випка или нет. Кстати, вон сюда сейчас заеду. О, смотри-ка, валит она, валит она, едет. Отлично всё. Заедем на кораблик. Постоим вот тут, типа, такие, знаете, крутые чуваки. Так, хоп. Мы заехали на корабль. Можно тут побыть, постоять, что-нибудь поделать. Подарифти. Там просто так машину можно поставить, типа, вот так вот. Йоу, йоу, чувак, братаха. Братан. Спокойно вот так вот заскринить. Ну, реально, прикольно. Какой вид вообще, какой вид, а? Аэропорт. Взлётная полоса. Просто супер, замечательно. Мне очень нравится всё это. Серьёзно. Просто сам ПРП один из самых прикольных проектов. Потому что здесь кучу всякой фигни можно понаделать, и ничего не будет вам. Ну, по крайней мере, мне. Ну, я не знаю. Что делать будем? Да хрен его знает. Ну, утоплю тебя сейчас вместе со своей машиной. Ай, сейчас утоплю машину, и на этом закончим чисто. А, не утоплю, вон туда её, вон, скину просто. Опа-ля, вылезаем, братан. Всё. Ну, что ж, на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Охренеть. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Сомбыл Барон. Всем удачи. И всем, ребят, пока. А вот эти вот парочка скринов я выложу в группу сейчас же. Это будет для вас небольшой, собственно, спойлер. Но вы, наверное, этого ещё и не поймёте до того момента, пока я не выложу видео. Ну, ладно, не суть важно. Всем удачи, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok